МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом районе завершают работы по ликвидации наступства Липинского урагана. Гомельский лязгаз сегодня отримал у подарунок от школьников 100 новых шпаковников. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Совет министров выросшел додатково выделить на будовництво жилья с держпотрымкой 50 миллионов рублей. Гроши будут размеркованные по областях. Гомельская, например, отримает свыше 5,5 миллионов. До речи лета сиугомелись, а род инших регионов Беларуси был самый низкий кошт квадратного метра жилья, что будуется с держпотрымкой. Селета за складанной экономичной ситуацией финансование угэтым на прамку скоротилася. Али цены отримливается заховывать на доступном узровне. Дякуючу постанове Саумина, кватеры по минимальным коштам смогут побудовать яшекаля 200 семил. Новые дамы повинны з'явиться областным центром уже селета. Цена квадратного метра в складе приблизно 660 рублев. Людям, які мають потребу поляпшения жильевых умов и стоять на отповедному лику, прокредитують 75% от кошту жилья. Эти деньги будут потрачены для граждан, состоящих на учение, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Администрации районов будут направлять данных граждан на строительство двух домов. Один дом планируется построить в 104 микрорайоне, 63 квартиры. И второй дом, 132 квартиры по улице Федюнинского. Там у нас планируется новый микрорайон. С этого дома мы начнем строительство. Больше подробязное интервью с Ядвигой Блатун глядится у неделю в программе «Новины тыня». Мобильная группа Гомельска Гарваконка Масёня наведала завод металлоконструкции. Зараз гэтое предприемство переживает далеко не самые лепшие часы. Разом с тым вельми уже значных порушений мобильная группа не знайшла. Ситуации на заводе ознайомився Олег Синцеров. Гомельский завод металлоконструкции – далеко не самое передовое предприемство города. На проконце 70-х и он створался, как структурное подразделение акционерного товариства «Гомель-Аблбуд». Сегодня головное предприемство по отсутности «Банкрут», что не самым лепшим чином отбилось и на финансовом стане завода металлоконструкции. В 2015 году мы вышли, сработали с прибылью и как от реализации, и так по чистой прибыли. Ну и 2016 год у нас всё равно прибыль от реализации есть, хотя вторая половина очень была тяжёлая года, потому что всё было перекрыто, всё, расчётные счета закрыты. Работа мобильной группы на Гомельском заводе металлоконструкции начинается с проходной. Правда, тех, кто спозднился, на этом предприемстве не оказалось. Проблемы, за какими сутыкнулся завод, на дисциплину не повплывали. 99% людей пришли на работу за час, за, наверное, минут 40 до начала работы. Это не может не радовать. В эти дни у цехов Гомельского завода металлоконструкции незвычайно тихо. После ляким выпадку вытворчего шума практически нема, а тому размулять при необходности можно свободно. По словам администрации, не глядите на невысокую зарплату, около 300 рублёв массовых звольнений на предприемстве нема. Ещё годы-три тому тут працывали больше 60 человек. Зараз кля 15 шматых, кто сегодня знаходится у вымышленном отпочинку. А тому головная задача кераминства – пошук новых заказов и загрузка могутностей. Члены городской мобильной группы проверяют наявность документов по таганинцам биоспеки, цикавятся умовами працы и выказывают свои зауваги. Значных проблем на предприемстве нема, а лени, которые дробь зи до несчастных выпадков привести могут. И ещё одна порада – провести субботник и уволю больше уваги надавать культуре в творчестве. Тем больше, что перспективы у завода всё-таки есть. На сегодняшний момент мы заключаем договора, выходим на рынки России, стараемся выйти, получить хоть какие-то заказы и выходим за пределы Гомельской области. Стараемся иметь какие-то заказы, заключаем договора. Заключили договор с белорусской цементной компанией на поставку металлической формы для производства железобетонных изделий. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Комель». В Мазырском районе завершают работы по ликвидации наступства у Липинского урагана. Сярод наибольшь потерпелых от моцного ветра – территория Романовского лесництва. Тут работа кипит уже на протягу 8 месяцев. Подробязности у корреспондентов телеканала «Мазыр». Ураганный ветер пройшелся по лесной полосе 12 липеня минулого года. И надвыкорчовывал шмонгодовые хвои, а молодейшая древы ломал як запалки. Гэтые кадры зняты праз месяц, пасля разгулу стыхии. Рашисткой буралому займались десятки организаций и сотни супрацовников. Праца не спинялась и ни на день. До первого красавика работы повинны быть целком завершенным. Работает у нас сегодня около 120 человек. Проводим это уже четвертый субботник, чтобы эту ситуацию, как можно более сжатые сроки, устранить эти все последствия. С одной стороны, для посадки это нам благоприятствует погода, то есть сроки растягивания, дождики проходят. Что касается очистки лесосек, да, усложняют эти дожди, которые проходят, усложняют работу натурных лесосек. В Шумаде пройтись, а может, только могут на специализованная техника. Фарвардер Тимберджек на гусеничном ходу рухается навод у моц на заболоченных местах, где иншие машины оказываются бездопоможными. За восемь месяцев в штадионной праце картина изменилась. За мест поваленного лесу гектары подрыхтованной глебы. Тут снова будет лес, правда, совсем не худко. С этого соснового паростка дрова вырасти только празд 80 годов. На посадку леса привлекается до 20 человек. Работа, конечно, осложнена погодными условиями, то ветер, дождь, снег. Но все равно продолжаем сажать лесные культуры, так как сроки для создания лесных культур очень маленькие. Как только почва высохнет, лесные культуры сажать нельзя будет. Кераминство леса составит задачу, как до субботы лес выглядел, как иголочки. То, что стихия пошкодила за несколько минут, людям пришлось убирать больше, как полгода. Лидия Поттер, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов, телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании Гомель. Тем часам Гомельский лесгас сегодня отрымал подарунок от школьников областного центра. Сто новых шпаковнях, створных подчас прационной акции «Наши дети нашим птушкам». Корыстью взаимное школьники заняты на каникулах доброй справой, а птушки будут оборонять лес от шкодных насякомых. Под обязанности у Ганны Ковалевой. Тый день тому у Гомеля была объявлена акция «Наши дети нашим птушкам». Одна за ее мыд занять школьников у первых двяс новых каникул. И у первых шарху тех, кто потребует подвышенной уваги с боку дорослых. На уроках працы школьники начали створать шпаковника, потом выники своих стараний передать супрацовникам Лязгаса. На заклик подарить домы крылатым жахарам лесу отгукнулися усе гомельские школы. У вынику было створено 100 шпаковников. Урачистые церемонии передачи прошли во всех районах города. Эта акция у нас проводится уже во второй раз. Так как в первый раз Гомельский лесхоз очень высоко оценил итоги нашей акции, потому что скворечники действительно оказались необходимы, мы решили в этом году акцию повторить. Дорогше выработом дравляных птушиных хаток займается и сам Лязгас, что год створает тысячу синичников и шпаковни. Усталевывают их как раз у соковику до пролету птушек. Причем такая увага до синиц и шпаков не здарма. Основный ласунок для их – насекомые, которые наносят шкоду древом. К тому усталевание шпаковни и синичников – это эффективная биологичная мера убрать без насекомыми шкодниками. Лес – это большой биоциноз, который входит и растения, и животные, и птицы. Птицы очень большую роль играют в нашем деле. Они являются охраной леса от всех насекомых вредных. Все это видно люди, которые ходят по лесу в ближайшее городо. Они видят, как красивые дети сделали лесом. Скоречники или синичники. Не важно само. Но они привлекают птиц, а птицы привлекают всех насекомых вредных, которые мешают нам расти в лес. Дальше уже завтра к этой шпаковни будучи вывешены в лесах Макеевского и Приборского лесничества. Ганна Ковалева, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Як знайсти свою нишу на рынку працы, скласьте резюме и поводить себе на сумове. Открыть уластную справу або стать супрацовником компании. Знайсти отказы на геттое пытание допомагает проект под названием «Паспяховое працеладкование». Адукационный центр створен на базе Гомельского державного технического университета и Мясухово. И он не мая аналога у нашем регионе. Уластным опытом делятся вядомые бизнес-тренеры, психологи и предпринимательники. У рамках проекта отбылись опакуль только два тренинги, але выники уже есть. Очень приятно отметить, что на сегодняшний день, как раз мы сегодня об этом узнали, один из участников нашего проекта зарегистрировал индивидуальное предпринимательство. Занятки для удельников проекта провела Людмила Тутынина. Поспяховый предпринимательник – одночасовый один из первых в регионе специалистов по психологии и карьерного роста. На своих тренингах я надо помогать людям переодолеть психологичные барьеры. Дарой же макшимостью изменить свое житё и стать удельниками проекта скорысталося больше за 150 человек розного взрослого и социального статуса. Я сюда пришел, так как я хотел бы подчеркнуть их знания, их опыт для открытия собственного бизнеса в дальнейшем. Идеи есть конкретные, их несколько, но на данный момент не хватает именно финальных точек, конкретики. Пока что, скажем так, это многоточие в определенных идеях, а надеюсь, что эти люди помогут мне это многоточие стереть и на место его поставить точку. Выпускники программы «Паспяховое працаоткование» отримают сертификаты и смогут на конкурсной основе отримать частковое финансование для реализации своих бизнес-идей. До инших темп, при пожаре в Будокошелевском районе загинул мужчина. Поведомление у районный отдел по надзвучайных ситуациях поступило каля 4-1 ранецы. Гаре у жилы дому поселку Восход. По прибытии пожарных до места выклику дравляный дом был целком охопленный огнем. У жилым покоя изнойдено тело господара дома. Мужина 1969 года народжения проживал один. В результате пожара практически весь дом сгорел. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Протягиваем выпуск. В ученые с усветной величины член Нобелевского комитета Мац Ларсен прочитал лекцию по физице гомельским студентам. Профессор Стокгольмского университета на протягу 15-ти годов супрацовничая с ГДУ мя Франциска Скарыны. У Гомельска и Стокгольмской ВНУ назапашены багатый вопыт суместной работы. Наши молодые ученые в Стокгольмском университете оборонили 2 докторские и 5 магистрских диссертации. Выпускники ГДУ отрымали макшимость працовать за уникальным обсталяванием, коштам у десятки миллионов долларов. Наприклад, за дронным коллайдером у Европейской организации по ядерных доследованиях. Мац Ларсен стал 12-м полику замежным навуковцем сярод гоноровых докторов ГДУ. Шерговый визит профессора оказался коротким, але насыщенным. 90 лет назад зародилась квантовая физика. Сегодня я расскажу об этом и какие нобелевские премии последовали за этим открытием. Но у нас нет текущего совместного проекта с Гомеля, мы как раз обсудим перспективы. Например, сегодня мы работаем с Киевом, и я хочу расширить проект и включить в него Гомель. Тем более у коллег из Киева тоже есть здесь контакты. Протягивая выпуск областный конкурс дуэта «Удзвезорки» прошел сегодня у Гомеля. Его удельниками стали дети, сироты и их педагоги, приемные батьки и выховальники. Организатором мероприемства выступило областное отделение белорусского детячого фонду. А пляцовкой для гэта яркой падеи стал областный плац творчести дятей и молодцы. Подробязности у наступным материале. Конкурс дуэта «Удзвезорки» проводится у регионе у третий раз. Головная особливость этого ведовищного мероприемства – то, что дети выходят на сцену у пары с дорослым. Это помогает им раскрыться перед глядачами, показать выканальницкое майстерство и перемахчистрах. Взрослые и дети рядом и вместе с целью развития творческого потенциала ребенка. Мы очень надеемся и верим, что мы реализуем цели, задачи конкурса. И самое главное, что это понравится нашим детям. Все лето показать свои таланты выращили 18 пар удельников из Гомельской области. Узрос конкурсанту от 9 до 55 годов. Дуэта споборничают в трех номинациях. «Золотые голосы», «Майстры танца» и «Нехай живе здоровье и житё», где удельники повинны представить номер, который пропагандует здоровый ладжиття и житесверджальную позицию. 12 лет я работаю приемным родителем. С Настей мы три года вместе, девочка с интерната Реческого, очень позитивная. Она спортсменка, но вот мы танцуем сегодня. Этот костюм отражает наше внутреннее состояние. Мы с Настей вот такие. По выниках конкурсу, переможцами признаны дуэты Снежаны Гордиенко и Светланы Приходько-Зветки, а так само Руслана Хауханова и Алена Урыцевич с Гомеля. Ганна Корольчук, Игорь Марысченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня интерактивная передача «Добрый вечер, Гомель» запрашая поговорить про мову прикметы поверья у старожитных и сучасных. Кожный народ с поколения у поколения передавал мудрость веды в опыт житёвых назиранил. Рабили так и беларусы, богатейший духовный свет наших протков, их надзвычайный талент, яскравая фантазия отбилися у обрадах и извычаях, прикметах и поверьях. Гости студии расскажут не только про историю сусветных и уластно-беларусских забабонов, але и подкажут, як супакоять развяредженную примхами душу сучасныха человека. Добрый вечер, Гомель, у промым эфиры сёдня у 20.40 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.civergomel.by. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова